Мне нужно примерно... Вот ты три дня работаешь, значит, сколько вёдер ты собрала, не считая других? 30, да? С этого всего участка. Ладно, спасибо. Плюс Дашка, плюс Серёжины помощницы, плюс гости. Я хочу показать, что на деревьях творится. Всего где-то собрано вёдер 50, так? А на деревьях столько, что кажется, что их никто не собирал, что они ещё только падать собираются. Вот. Вот это красота, вот это красота, вот это красота. Да, я это... Ирина Александровна, я пройдусь немножко с включённой камерой, потому что всё равно никто не поверит. Скажут, что это... В Крым ездили. Вот. Если бы были официальные съёмки сделаны, здесь был зарегистрирован бы рекорд Сибири 100%. Вот. Видите? Вон жердель. С неё обычно собираем ветер 15-20. Но сейчас уже ничего нет, она с Украины, она рано поспела. Вот. Сейчас я пробегусь вот так вот. Вот так, вот так, вот так. Вот так. Академики уже отошли. Вот. Сеянцы, манчжурцы. Их тут десятки деревьев. Они ещё и не думали падать. Не смотрите на неопрятный вид. Это только на семена. Мы жертвуем мякотью. Есть её невозможно. Наша задача не трясти деревья, собирать только с деревьев, которые... Так. Соня, ты потом отдельно потребуешь тебе заплатить? Да. Она молодец. Ладно, заплатим. Вот. Вот так бы если ходить, ходить. Ну, на яблоки мы смотреть сейчас не будем, не до них. Вот. На сливы смотреть не будем, не до них. Так. Колновидные яблони тоже не будем, не до них. Вот здесь уже всё собирали. Ещё не всё собрали. Так. Конечно, вид ужасный. Вот. Трава ещё не скошена. Так. Здесь уже сбор заканчивается. Вот. Вот мои дикари, сеянцы специально культивирую. Буду двигаться на север. С кислотой. Но зато соки, компот и варенья вкуснее не бывает. Вот. А вот здесь мы в отделе гостей. Здесь уже всё передавлено, потому что... пройти было невозможно. Просто невозможно. Это остатки. Здесь с каждого квадратного метра по пол ведра собрано. А вот они. Последние академики задержались, потому что здесь в густоте они плохо вызревают. приходится им давать ещё время на вызревание. А там у меня в углу знаменитая фаина, которую я сделал своими руками, сделал её знаменитой. Это расширило возможности науки. Подумаешь, такие термины оказываются незнакомы. Вот. Что так плохо видно? Вот это вот, вот это вот. Вся эта красота. В общем, то, что я сейчас вам показал, потому что это маленький кусочек сада, это процентов... попало в кадр. Процентов 5-10. Вот. И ещё, что мне... Это будет отдельный ещё разговор. Фотографию сейчас сделаю. Видите? Меня обвиняют в том, что я защищаю муравьёв. Смотрите сюда. Вот. Так, сейчас, минуточку. Почему-то фокус никак не попадает. Ага. Вон они, муравьи. Куда-то удрал. Ну-ка, иди сюда. Ага, вот они есть. Вот эти муравьи обвиняют врагами, что они съедают мякоть. Ух, какие сволочи! На самом деле, мы едим сладкое, и они сладкое. Это самое сладкое дерево, какое можно только представить. Вот. Ой-ой, вот как ты вовремя! Вот она, оса. Так вот, виноваты то, что это очень сладкий сорт, это из моей высшей лиги. Виноваты то, что были сильнейшие дожди первый раз за 35 лет, были такие сильные дожди, и они начали лопаться. И вот на лопнувшее вот это же дерево, смотрите, и никто его не трогает. Иди, Анна Александровна, А это что такое? Практикантка и это. Вот. Как в этом самом, студентка, красавица, спортсменка, фитнесом занималась. Все, значит, это, чем мы хуже этой самой, кавказской пленницы. Вот. Я нашел. Идем сюда, показываю. Итак, наличие муравьев на перезревших абрикосах. Вот. Садовод посчитал. Да, вот это. Снимай. Не, не, не. А, теперь можно... Нет, нет. Мне надо сфотографировать. Там оса была, она улетела. Вот сразу не сняли. Тут оса была. Так вот, но главное, это муравьи. Муравьев назвали врагами. Какие, к черту, враги? Они едят сладкое. Вот. Я их подкармливаю, потому что совершенно здоровый сад благодаря тем же муравьям. Вот. На этом же дереве, на этом же, подчеркиваю, вот. Смотрим вот эту ветку. Как так может быть? А это уже подвой. А это уже ветка снижа прививки. Вон она. Так. Это оккультуренная. Сын манжурского абрикоса. Один из сыновей, двадцать или тридцать моих сыновей, оккультуренный. Так. Он дозреет. Его уже декорем не назовешь. Он переходит у меня во вторую лигу полукультурных. Так. Кроме этого первая лига. Ну, Серафима, Мура, Артема. И уже совсем высшая лига, а это сама знаешь. Воина, академик, королевский. Вот. Ну что, лишний раз хочу заступиться за муравьев. Да. А где Иван где? Да, они любят сладкое. А где Иван? Вот. Но упрекайте к тому, что они, у нас с ними общий стол, они доедают передревшие плоды. мы не можем. Сейчас мы это отключаемся, фотографируем. Надеюсь, что не все муравьи убежали. Благодарю за внимание. Сейчас. Продолжение следует...